И Швеция, и Финляндия солидарны и полны решимости вступить в НАТО. Торжественный прием президента Финляндии Саули Нью-Нёсте в Швеции, где его встретил лично король Карл Густав с почетным караулом гвардейцев, является ярким тому подтверждением. Пока президент вел переговоры в Стокгольме, в Хельсинки во вторник парламент Финляндии большинством голосов одобрил заявку о вступлении в Альянс. Ранее правительство Швеции официально приняло решение подать заявку на членство в НАТО. Данный визит вызван серьезной ситуацией в нашем регионе, а также решением, которое напрямую связано с этим. Вчера утром здесь, во дворце, проходило заседание Комитета по международным отношениям. Намерение Швеции сейчас состоит в том, чтобы одновременно и по согласованию с Финляндией присоединиться к оборонному альянсу НАТО. Подача заявок о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции запустила процесс прекращения политики нейтралитета и военного неприсоединения. Швеция оставалась нейтральной почти два столетия, Финляндия – более 77 лет. Этот визит проходит в исторический момент. Швеция и Финляндия совместно подают заявку на членство в НАТО. Политика безопасности наших стран долгое время была одинаковой, и теперь мы предпринимаем наши шаги вместе, как этого требует нынешняя ситуация. В понедельник на экстренном заседании ОДКБ Путин пообещал, цитата, «безусловную ответную реакцию России на расширение военной структуры НАТО в Швеции и Финляндии». Финляндия, Швеция. У России, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами. Нет. И поэтому в этом смысле непосредственные угрозы для нас, расширение за счет этих стран, для России не создается. Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. В свою очередь, глава Североатлантического альянса заверил оба государства, что НАТО будет обеспечивать их безопасность в ходе процесса утверждения. Ранее Лондон заявил о полных гарантиях безопасности Швеции и Финляндии. «Мы постараемся максимально ускорить этот процесс. Многие союзники, как, например, Германия, заявили, что они смогут найти быстрые пути для ускорения. Мы будем искать способы обеспечить гарантии безопасности, в том числе за счет увеличения присутствия НАТО в регионе, в Балтийском регионе, в Финляндии и Швеции, и вокруг них». Процесс ратификации Швеции и Финляндии может занять не менее года, потому что каждый из 30 участников Североатлантического блока должен утвердить их документы. Однако в понедельник президент Турции выступил против вступления Швеции и Финляндии в альянс. Это, по его словам, связано с отсутствием у этих двух стран четкой позиции по отношению к курдским боевикам, а также введение санкций против Турции и эмбарго на продажу вооружений. «Во-первых, мы не скажем «да» тем, кто вводит санкции против Турции, чтобы они вступили в НАТО, потому что тогда НАТО перестанет быть организацией безопасности и станет местом сосредоточения представителей террористических организаций». Димаш Эрдогана в адрес властей Швеции и Финляндии вряд ли создаст серьезные проблемы для вхождения двух стран в НАТО, считает профессор Джорджтаунского университета Андерс Ослунд. «Я полагаю, что это нормальные переговоры. Кто-то хочет что-то от вас, а затем вы спрашиваете, чего я хочу от этого человека. И Эрдоган недоволен тем, что много активистов Курдской, рабочей партии Курдистана, которых Анкара считает террористами, получили политическое убежище в Швеции. Я мало что знаю о деталях, но Эрдоган хочет добиться того, что в итоге можно решить. Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО. Они сделают это, получив огромную поддержку населения в обеих странах». Швеция и Финляндия заявили, что уже в среду одновременно передадут заявки в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Санджар Хамидов. Настоящее время. Америка. Вашингтон.